Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Фильм «Секрет» видела? Нет. Не смотрела, да? А вот эту суть, знаешь, как люди увлеклись материализацией? Да, я иногда сталкивалась, да, что слышала... Ну, ты где-нибудь же в интернете, да, смотришь, и вот там «Секрет» там, да. Я начинала слушать, но у меня как бы все время не становилось как-то, Как-то, знаешь, когда вот я это слышала, я так начинаю слушать и понимаю, что меня выталкивает. Как-то так оно у меня было. Ну, видишь, суть в том, что в фильме дали такую затравку человеку, что если ты будешь о чем-то долго думать и визуализировать, вот это оттуда пошла визуализация, нарисуешь, повесишь на стену, еще где-то, то это в твою жизнь обязательно придет, потому что сознание это обязательно проявит и создаст. Да, то есть на самом деле в этом есть смысл. Да, вот как бы. Но ключи, ключевые, они упущены. И упущены как минимум по разным таким параметрам. Можем обсудить эти параметры сегодня. Почему фильм «Секрет» это недосказанный фильм, потому что в нем нет ключей. Там даны подмены. И первая подмена, которая там ключевая дана, это визуализация. Визуализация в принципе не работает. Работает состояние сознания. А визуализация не может работать, потому что ты будешь визуализировать и хотеть ровно то, что ты как робот-автомат должен выбрать и хотеть. То есть, когда ты идешь в автоматическом сценарии, у тебя даже мороженое предопределено. Соответственно, все твои визуализации уже предопределены. И никак иначе. А для того, чтобы появился ты как создатель своей реальности, для этого надо, чтобы у тебя появилась возможность проснуться и стать создателем. А для этого надо, чтобы ты вышел в благодарность для этого. К созданию и к себе. А для этого надо, чтобы была искренность. Для этого надо, надо, надо. И идет просыпание. Именно рождение создателя из мертвого, спящего трупа. Да, когда, смотри, когда ты осознаешь эту суть саму, суть, это вот ключ, вот именно этот ключ, казалось бы, ну, я же слышала про секрет, да, я никогда не могла, ну, то есть, вот сама я его не слышала. Так вот, смотри, я просто, ты сейчас задела эту тему, затронула, и я вспоминаю, как я частенько натыкалась на, когда начинали говорить, ну, в ролике в каком-нибудь про секрет, да. И я вспомнила, что меня отталкивало всегда. Знаешь, что я чувствовала там? Это вот сейчас я так это понимаю. Ну, наверное, сейчас скажу удивительную вещь, но именно так, захват. То есть, они рассказывали это в захвате, а когда меня кто-то захватывает, я всегда уйду оттуда. Также и когда ты приходишь в магазин, если меня начинают окружать вот этим захватом, я ухожу. Да, и вот так же там. И понимаешь, да, суть, они, ну, как бы, действительно, это так, ведь там, повесь картинку, я же тоже это понимаю. Повесь картинку, там, смотри на нее, да, или думай об этом. Оно действительно как-то сработает. Именно как-то. И ключевое, знаешь, вот я просто свое мнение скажу, ключевое здесь, наверное, больше именно как коллективное, как автоматическое, оно может действительно подхватить, какой-то накрыть волной. Но это не то. Там недосказана сама суть. Я даже не знаю, недосказана ли она там. Ну, вот как вот слушаю, да. Или же она просто там не осознается, а именно сделана, как больше, показана, как больше вот, как вот эти все, которые мы, лидеры, там, мы, там, то-то, то-то. Ну, вот смотри, ведь каждый человек обладает какой-то логикой. И вот человек, который верит, вот возьмем точку, человек, который верит, что есть некий Бог, который даровал ему некую судьбу, который отвел на эту судьбу время. Соответственно, человек, двигаясь по этой судьбе, может только верить в свободу выбора, потому что, если у тебя есть судьба, если есть предназначение, значит, тебе уже что-то назначено, и значит, тебе уже это отведено, и тебе уже даже продолжительность игры уготована. И оно на самом деле так. То есть, это про полный автоматизм и про отсутствие выбора. Но выбор, типа, тебе Бог это дал, и ты каким-то образом там Бога убедил, что тебе надо прожить именно это. Это если человек верит в вынесенного Бога. Тогда вот эта вся визуализация – это коту под хвост, это Абан. Потому что у человека все предопределено. Но когда мы смотрим с позиции сознания осознанного, особенно с позиции вот то, что мы говорим на курсе «Многоликая благодарность», именно восприятие единого Я. Сложнейшее состояние сознания, но при этом ты четко тогда будешь видеть, что именно если посмотреть с восприятия создателя, с восприятия единого Я на тех, кто играет в игре под названием жизнь, которую можно назвать коллективной, можно назвать бессознательной, можно как угодно, и послушать вот с этого восприятия, то ты откроешь для себя невероятную штуку. У тебя вообще таких взглядов на жизнь никогда не было. Ты откроешь для себя, во-первых, кого ты слышишь из тех, кто к тебе обращается. И тогда станет понятно, что вот эту массу, которая молится, просит, взывает о помощи и так далее, создатель не слышит. То есть это для него штамповочный пресс грохочет, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, и механизм отрабатывает судьбу, карму, назови как хочешь. И вырваться из-под этого пресса так, чтобы тебя в этом гуле услышал, в этом сером шуме услышал создатель уже нереально. Но при этом есть те, кого создатель слышит. Это люди, которые, ведь есть же у нас открытие, есть гении, есть озарение. Это вот момент, когда тебя создатель слышит. Но для этого надо, чтобы у тебя был абсолютно искренний интерес. И в этом искреннем интересе ты был самим собой. И ты был счастлив в этом интересе. И самое интересное, что вот это счастье, когда мы начнем раскладывать счастье как сложное состояние на более простые состояния, мы поймем, что в основе его лежит благодарность. То есть для того, чтобы быть счастливым, именно счастливым в моменте здесь и сейчас. Само счастье в моменте здесь и сейчас предполагает, что ты уже имеешь благодарность за то, что ты имеешь. То, что ты ценишь, то, что ты имеешь, то, что ты являешься тем, что ты имеешь. Ты не отрицаешь это вне я, а ты это все я. Вот это вот точка старта. То есть точка старта в счастье лежит в благодарности, не в чем-то другом. Человек даже не предполагает этого зачастую. Он разделяет. Благодарность это я сказал спасибо. И на этом все. А на самом деле нет. Вот эта многоликая благодарность, которая оказывается без благодарности не может быть счастья. Потому что счастье не может быть, когда ты не ценишь то, что ты имеешь. Это кажется, вот сейчас мы говорим простыми словами, это само собой разумеющиеся вещи, очевидные. Но чем проще, тем менее очевидно человеку. Таким образом, с восприятия вот этого создателя, единого я, единого создателя, создания, я. Получается, что если ты не осознаешь благодарность всему, что ты имеешь, не относишься целостно к себе и к жизни, а это уже про субъективное восприятие, потому что в субъективном восприятии мы не отделяем объективную реальность, а если мы ее отделяем, все, это уже есть не я. И тогда вся твоя искренность и благодарность, она рушится как карточный домик. И вот когда вот с этих позиций начинаешь смотреть, ты открываешь мир реально жизни здесь, вот в этом состоянии кайфа в моменте здесь и сейчас. То есть тогда стирается прошлое и будущее, а есть только то, что ты имеешь в моменте здесь и сейчас, что ты излучаешь в моменте здесь и сейчас, что ты создаешь в моменте здесь и сейчас в абсолютной искренности. Но вот это и есть состояние единого яда, это создателя, и вот тогда твое сознание создающее. И удивительное дело, чтобы к этому прийти, надо видеть, сколько состояний в себе раскрыть и градировать. И вот открыть вот этот мир создания своего. Ну, это удивительная штука, потому что человек все время заваливается в объективную реальность. Начиная с того, вот как недавно в чате, учителя, ученики. Я верила в учителя. Ты когда-то считала себя учителем? Даже не задумывалась над этим, честно. Ну, я тоже не являюсь никому учителем. У меня нету даже этих мыслей вслух. То есть авторитета, сколько мы говорим, верни авторитета в себя, верни авторитета в себя. Потому что если ты его не вернешь, то все вот эти состояния для тебя закрыты. И тогда ты белый шум. Ну, да. Ну, мы на самом деле учителями же являемся, каждый вообще во всем друг к другу. Это если уже брать, да. Если уже брать так. А так это да. Тема благодарности, на самом деле, она действительно, казалось бы, ну, благодарность и благодарность, а она многолика, действительно. Это такая тема, которая открывает и дает возможности, невероятные возможности, когда ты не просто, ну, да, я там поблагодарил, я там, ну, спасибо сказал. А когда ты саму суть благодарности словил, потому что это чувство свободы, это внутри, в тебе рождается свобода. А что такое свобода? Это счастье, это любовь. Да. Все, состояние любви и счастья, и ты, у тебя все возможности, вообще совершенно другие возможности в жизни открываются, потому что, ну, что значит, само даже слово свобода, когда ты внутри свободен, естественно, у тебя, у тебя, ну, можно сказать, весь мир на ладони, да, вся жизнь у тебя вот прям в возможностях. Либо, когда ты не свободен, то ты замкнут, ну, и, соответственно, ты ограничен. Вот, поэтому это очень тема, тема, которая, тема, которая в жизни, осознав ее, вообще, как это работает, какие у нее возможности и фунты, то есть, вот, что она вообще дает, эта тема, да, когда ты благодарности, когда ты своих детей учишь, и ты благодарна. Не просто скажи там спасибо, а именно глубинная вот эта благодарность, ну, то жизнь совершенно другая, это вот просто другая жизнь. Ну, смотри, я недавно открыла ТикТок в очередной раз, и мне прилетает ролик. Там человек пересказывает какой-то из наших роликов, и психолог, и говорит, ты отказываешься от злости, ты не хочешь осознать злость, значит, ты отказываешься от силы, потому что злость есть сила, да, мне так смешно стало, психология же никогда эти вещи не говорила, да, и вообще не было никакой психологии. Никогда такого не было. Для этого надо было до этого дойти, открыть эту силу, что такое сила, потому что говорили об абсолюте, о полях, о чем угодно, оторсионных, там, каких хочешь, но не о злости, как о силе. Но сейчас не об этом. Если мы возьмем октаву, в которой строится сейчас игра, это октава, вот начиная от агрессии и пошли вверх, да, и на, и обида, и гордыня, и все, 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 все до благодарности. Вот если мы возьмем шкалу Хокинса, вот эту октаву берем, и если мы возьмем, вот до благодарности конкретно, и если мы возьмем момент создания игр из вот этих состояний, да, это будет автоматическое создание сценариев для того, чтобы человек прожил и получил опыт осознания, то, заметь, в каждой вине есть злость, в обиде есть злость, в гордыне есть злость, в жадности есть злость, в зависти есть злость, то есть любое в унынии есть злость, в любом состоянии есть злость, потому что злость это ноль, то есть это точка старта этой игры. И вот мы доходим до следующей точки старта, до следующей октавы, в которой мы хотим быть счастливыми, а это благодарность. И тогда мы будем видеть, что в свободе есть благодарность, в счастье есть благодарность, В радости есть благодарность. В эйфории есть благодарность. И пошли дальше. В любви до благодарности. Да, да, да. То есть получается, что все состояния той октавы, которая стартует от благодарности, окрашены в благодарность. И таким образом, осознав благодарность, мы полностью захватываем всю октаву. Не осознав благодарность, мы получаем игру в этой октаве. В лучшем случае на осознание плавно и нежно мы будем перетекать через радость, любовь, свободу и дальше. Те части, которые даже еще не имеют слов. То есть нет в русском языке и в английском определении тем состоянием, потому что человеку эти состояния незнакомы, потому что человек не привык так жить. Потому что нет искренности, нет любви к себе, нет благодарности. Блин. Так вот, насколько важно увидеть и распознать эту многоликую благодарность для того, чтобы перескочить просто этажом выше. Все говорят про разделение платформ, все говорят про квантовый скачок, все говорят про какую хочешь херню. Ребят, ну что такое квантовый скачок? Это ты на одной ножке здесь подпрыгнула? Нет, это сознание перепрыгнуло. Куда оно перепрыгнуло? Ну вот покажи мне, где твой прыжок? И при этом, вот ты знаешь, я сегодня стебалась была, мне почему-то начало подбрасывать мужика одного. Ну это тикток, может потому что я сразу отреагировала, была первая или зависла. А я даже не зависла, а я кушать готовила. И так, ну лесную кушать готовлю, лесную кушать готовлю. А тут что-то там жарила, и я не леснула вовремя. Ну и повисла, и теперь его... И повисла. И этого мужика мне начало кидать. И этот мужик, он играет роль просветленного, и играет роль вот такого умиротворенного, такой внешне симпотненький. И вот он уже такой гуру-гуру-гуру, и игра пошла. Такое рождение садха-гуру, а-ля русский в Индии. И я, я когда начала слушать, что он говорит, я там даже комментарии пооставляла, стёмная. Потому что, ну вот реально, человек говорит о состоянии покоя, и написала, что покой на самом деле дух на кладбище. Ну реально, человек обесценил тело, обесценил жизнь, обесценил всё. Если ты всё это обесценил, то каком светлом состоянии идёт речь, когда нету счастья. Когда ты общаешься с человеком, и у тебя состояние вот здесь. Не совсем на животе, но он чего-то натренировал всё-таки. Но это животик. А, должна быть вилочковая. А счастье незнакомо. А потому что всё умиротворение у него, покой, да? По покое он же на кладбище, да. Он туда пошёл. А надо счастье. А счастье? Тогда надо благодарность телу. Он говорит, я не тело. И тело – это ничто. А если тело – ничто? Goodbye, my love! Какое просветление! Улетела пташка в небес. Я сегодня так ржала. Причём вот там такие вопросы задавали. Ну это постановочные эти съёмные интервью. Когда оплачиваешь, и с тобой беседует кто-то там из продвинутых товарищей. Так вот, вот это из таких постановочных интервью и заказных. И вот он там отвечает на свои вопросы. И у меня такая ржачка была. Потому что ни в одном вопросе не раскрыта суть. Потому что ехать в Индию для того, чтобы деградировать, ты имеешь вариант, ну, когда ты успокоился и отстранился от своих проблем. И деградируешь дальше. И тогда кладбище действительно то место, где ты найдёшь упокоение. Или успокоение. Обесценив материю, куда попадаешь? Обесценив жизнь. А если ты действительно живёшь, то тогда тебе надо осознать, что действительно злость – сила. И вот эта сила до благодарности – это одна сила. А сила над этой силой – благодарность и дальше. И как раз будет благодарность. И это о силе. И если ты хочешь действительно, чтобы твоё сознание могло исцелять, ты обладал психическими способностями, ты мог влиять на природу, погоду, материю и так далее, извини, без благодарности никак. Вот вообще никак. Вот просто башкой об стенку бейся, мечом беги рубись с ветряными мельницами. Но это тебе поможет меньше, чем тупо осознать благодарность. Я сегодня стебалась вовсю, когда там пару комментариев ещё оставила. Я так чувствую, меня завалит. Надо будет как-то это или перезагрузить. Ну, у меня бывает тоже, когда я отвечаю, начинают завалить. Начинают люди писать. Не, ну это весело. Ну, понимаешь, это весело. И, кстати, тут же возникает благодарность к этому мужику, потому что я реально была счастлива. Я похохотала так, думаю, блин, какие же тараканы бывают. Так вот ты смотри, вот то сейчас ключевое сказала, да? Тут же возникла благодарность мужику. То есть, на самом деле, вот он выход. Это же и есть выход, когда ты можешь найти благодарность любому событию, любой ситуации, любому поступку, любому человеку. И это и есть ключ. Да, да, да. Когда ты осознаёшь благодарность, потому что нет ничего лишнего в нашей жизни. Ничего лишнего, ничего просто так, вот оно никогда нет. Это всё так, как должно быть, да? При этом я говорю, должно быть, да? И при этом каждый человек создаёт это в моменте здесь и сейчас, не осознавая благодарности. А если бы осознавал благодарность... Спасибо. Да, а если бы... Да и, честно сказать, когда ты знаешь суть благодарности, то и спасибо, оно идёт из этого состояния, согласись. Да. Нет, я говорю, вообще подменено словом. Не важно, что на благодарю или... Но это слово. Человек ляпнул автоматически. Да, да, да. То есть, это автоматизм получается. Да, да, да. Ты можешь не ляпать, ты почувствуй. И это работает лучше, чем если ты ляпал языком. Да. Да. Тебе не надо никого убеждать, что ты благодарен. Ты просто почувствуй эту благодарность человеку за его работу, за то, что он рядом с тобой проявился, за то, что... За то, что он на тебя накричал. Да. Вот накричал на тебя, осознай благодарность, правда? А человеку как это... Что-то показал. А это так важно, да. Ну, ты знаешь, когда ты осознаешь вот эту благодарность из Теба, то оно все вот так переворачивается. Я потом тебе расскажу за кадром. Я тоже так ржала. Это вот помнишь, в чате я была написала, да? Я поступала. А, да, да, да. Но в жизни, как это потом проявилось, я так ржала вообще. Но это на самом деле Стеб. Это на самом деле Стеб. Стеб, но это все развилось вот просто наилучшим образом. Вот просто бах и все. Офигенно. Да. Сознание тут же выкручивает со Стебом. Становишься тоже свободным. Кайфуешь. Кайфуешь еще. И тогда смотри, какая силовая составляющая у благодарности идет. Она невероятная. Ты не успеваешь вывести в благодарность, как тут же у тебя приваливает куча ресурса на создание. Вот реально поле чудес. Потому что злость мгновенно становится силой любви. То есть силой создания. Силой создания. Все. Поэтому я и говорю. Вот этот вот курс я бы по-другому. Но это многоликая благодарность. Ее надо во всех лицах увидеть. Я бы эту программу нашу, многоликую благодарность, что будет на следующей неделе, я бы ее назвала вообще это «Исполнение желаний или сбытие мечт». Так так и есть. Но если ты ее так назовешь, то все будут тут же тебя сравнивать с этой дамой, которая в тюрьме за то, что у нее фирмы в Чечне были. Ну и еще. Все говорят про ее курс, он же там у нее желание исполнял. Ну да. Почему-то даже здесь подмена. Даже здесь подмена. Ну, при этом, понимаешь, ну, ей благодарность, что все-таки тема исполнения желаний была поднята. И человек понимает, что он может выйти из автомата. Более того, часть людей позволила себе желать благодаря ей. Вот, кстати, тоже. Потому что очень многие вообще ничего не желают. Вот уже благодарность ей. Да. Что Бог пошлет. С Альфа-Центавры Бог пошлет. Ты знаешь, я когда слышу вот про это Бог пошлет, и что, типа, вы сумасшедшие, вы говорите, что вы боги, да? Мы говорим не просто, что мы боги, мы говорим, что вы создатели этой игры. В своей реальности мы сами себе хозяева, да? Да. И так абсолютно каждый человек. Вы просто осознает это или не осознает. Большинство не осознают и считают, что им Бог с Альфа-Центавры посылает. И вот это, конечно, стёб вообще и не считают себя адекватным. Это как в анекдоте про Вовочку, знаешь? Вовочка заглядывает в комнату, там папа с мамой занимаются оральным сексом. И он потом так ховырит. И эти люди мне запрещают ковыряться пальцем в носу. Поэтому тема сумасшествия это отдельная тема вообще. Поэтому, да, и тема благодарности это отдельная тема. Многоликая благодарность. Это отдельное сумасшествие. Смотри, вот когда мы говорим о благодарности, что её необходимо вести в школах, да? И чем быстрее, тем лучше. Быстрее пойдёт развитие экономики, быстрее пойдёт развитие общества, быстрее пойдёт выздоровление части людей, тех, кто останется в живых, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все процессы пойдут вот просто в другой частотный диапазон. Но при этом человек же говорит, ну как же, ну что мы будем учить детей? Говорит спасибо, но о этом всё. Человек не знает, что давать на самом деле. Человек не понимает, что такое благодарность, потому что она действительно многоликая. Для человека это только слово. И при этом, смотри, развитое общество, то же самое дубайское, да? А в школах есть уроки благодарности. Более того, там есть уроки счастья. Прикинь? Сразу, да, так поднимаем. Но это в элитных дубайских школах. Это ж не там, где первые встречные дети учатся. Там учатся дети тех людей, кто заранее знает, что их сын будет или дочь бизнесменом. И обороты у него будут миллионные, миллиардные и так далее. У этих детей есть и уроки счастья, и уроки благодарности, и всего остального. И тогда тем, кто мечтает, чтобы их сын и дочь просто на хлебушек с маслицем заработали, а икра, ой, хорошо, если будет по праздникам, да? Тогда надо осознать, насколько важны уроки счастья и уроки благодарности. И тогда надо осознать, насколько ты неблагодарен своей жизни, себе. Своим родителям, которые виноваты. Да, да. Своей жене, мужу, которые виноваты. Своим детям, которые козлы. И пошло. Вот оно, пошло ограничение, видишь? Пошло, пошло, пошло. Вот оно. И тогда ограничение во всем происходит. Это жизнь, это страдание. И мы пойдем страдать, молиться. Я представляю, как будут ржать на курсе после выхода из этих состояний, когда они смогут услышать, как слышат вот это единое сознание тех, кто к нему обращается. Вот это будет ржание. Я просто помню, какой эффект на нас с тобой это произвело, когда мы впервые вошли в эти состояния. Это эффект, разорвавшийся бомбы многотонной. Это как прозрение, да? А всего лишь побыл вот в этом состоянии единого я, и как он у тебя слышит, когда ты к нему обращаешься. Спаси, помоги. Пошли. У меня ландроя. Ой, капец. Но зато у человека мозг сразу на место встанет. Он по-другому к жизни начнет относиться, начнет ценить жизнь. И те, кто не может сделать практику 100 глаголов, за три дня ее сделают. Это знаешь, какой стимул? Так задницу подорвать и, блин, неужели я и есть это рвотная масса? Это весело. Это весело, и это действительно, это действительно познание состояния счастья. Через призму благодарности. Да-таки, да. Вот она, многоликая благодарность, она полностью врывается в жизнь, все меняет вообще, все расставляет по своим местам. А у нас с тобой будет благодарность людям, потому что мы отдадим эту тему, и со временем эта тема войдет и в книги, и в учебники, и везде. от остатка и зайцевая, потому что до сих пор эту тему никто так не раскладывал. Никогда никто ее таким образом не видел. Даже по октавам ее никто не видел. То, что мы сегодня сказали на стриме. И не смотрел никогда никто, ни в психологии, нигде. Да, согласна. А мы еще много озарений можем привести в эту жизнь, потому что, когда ты в потоке, ты валишь и валишь направо. Ты в возможностях. Ты в возможностях, потому что возможности подключаются тоже через благодарность, потому что благодарность это сила. А возможности к слабым не подключаются. Они подключаются к силе. Да? Благодарность творит чудеса. Итак, следующая неделя, три дня мы работаем. Три дня. На три дня курс будет идти. Представляете, сколько материала, если бы мы дали трехдневный курс. Охренеть. Благодарность. По многоликой благодарности из состояния единого я. Жду.